Здравствуйте, меня зовут Людмила Остапенко и вы на моем канале. Хочу в этом видео рассказать о том, как автору научных статей, ученому себя зарекомендовать в социальных сетях, в интернете, как себя позиционировать, как продвигать свои исследования, публикации и как, ну если так можно сказать, раскрутить свой профиль. Если бы речь шла о каком-то продукте, товаре, то тут все предельно ясно. Мы покупаем услугу у СММ специалистов, которые раскручивают профиль в какой-либо из социальных сетей и продвигают товар. С учеными все намного сложнее, во-первых, потому что это личный профиль человека. И если вы обратитесь к запросам в YouTube, как продвигать себя как автора научных статей и как эксперта, и как себя позиционировать, то видео на эту тему почти нет. Почему важно обращать на это внимание и почему необходимо заниматься самопродвижением? Потому что сейчас все так сконцентрировались на том, что у каждого ученого должны быть научные публикации и так далее. Но мало кто говорит о цитировании этих публикаций, о рейтингах и так далее. И на самом деле многое зависит не только от качества и материала научной публикации, но и еще от того, насколько этот материал доступен. То есть, если вы свою публикацию в интернете не разместите, то никто ваш труд не прочитает, не сможет его процитировать, поделиться, на него сослаться. Ну, конечно, может быть, в репозитарии университета или библиотеки у всех причастных к университету будет доступ, то за его пределами не будет. Часто возникают такие ситуации, что защищают диссертации аспиранты, и копия диссертации хранится только в репозитарию университета или библиотеке. И потом происходят случаи плагиата, когда полностью копируется текст диссертации, а журналы, проверяя статью на плагиат, не могут найти совпадений, потому что программы-то все основаны на сопоставлении источников в интернете, у них нет доступа к репозитариям и тем более к бумажным источникам. Поэтому, если вы будете обращать внимание на то, как вы себя расположили в интернете, то популярность за счет эффективного использования всех ресурсов, профилей авторов, профилей в соцсетях и электронных идентификаторов, можно очень сильно повысить свою популярность, зарекомендовать себя как эксперта, повысить цитируемость своих научных статей и так далее. С чего необходимо начать? Я бы начинала с ARKID. Почему? Потому что это самый такой, на сегодняшний день распространенный электронный идентификатор, который синхронизируется со многими профилями и другими электронными идентификаторами. Что важно? Правильно заполнить профиль, разместить там актуальную информацию, то есть свое образование, все свои научные труды, публикации, книги, монографии, место работы. И впоследствии пополнять его новыми публикациями, даже если у статьи есть DOI, то сразу же после публикации статьи ARKID сам синхронизируется и подтягивает информацию по публикации, то есть вам только необходимо подтвердить, что вы действительно автор в этой статье. И от ARKID уже тоже подтверждать синхронизацию Scopus, Ossers ID, Researcher ID и так далее. То есть с чего начать? Правильно заполнить свои электронные идентификаторы. Это ARKID, Researcher ID, Scopus, Ossers ID, ну, также еще тоже Google Scholar, это электронные идентификаторы. Необходимо также еще создать профили в социальных сетях, таких как LinkedIn, Twitter, Facebook и ResearchGate. Это наиболее популярные, часто используемые, почему важны социальные сети для ученых? Как это работает? Как только ваша статья опубликована, вы можете ее разместить в своем профиле, в социальных сетях. Это будет очень удобно для ваших студентов, аспирантов, ваших коллег. Все сразу смогут прочитать вашу публикацию, поделиться ей, больше ее распространить в интернете, что увеличит ее видимость, визуализацию, люди смогут больше, больше людей ее прочитают, больше людей ее процитируют. Что еще важно? Использовать каналы связи со своими коллегами через e-mail, переписываться, грамотно составить подпись в электронном письме, то есть указать все свои контакты в социальных сетях и все свои электронные профили, чтобы также увеличить их видимость. Оперативно заполнять информацию по всем своим публикациям, участиям в конференциях, членства в каких-либо ассоциациях, организациях. Также не упускать, если вы являетесь членом редколлегии в журнале, главным редактором или просто рецензентом, участие в каких-либо социальных проектах, грантах, это все тоже желательно фиксировать. Если эффективно использовать все эти каналы связей и популяризации себя, как автора научных статей, как эксперта, как профессионала, и распространять информацию о своих публикациях новых, то вы значительно повысите свою узнаваемость и популярность, потому что это будет нарастать все как снежный ком. Через какое-то время вас начнут быстрее узнавать, может быть, начнут обращаться за советом, рекламировать и так далее. То есть, если эффективно только одновременно использовать электронные идентификаторы, профили и социальные сети, то вы значительно можете увеличить цитируемость своих статей. Поэтому в добрый путь! В следующих видео я расскажу, как эффективно, правильно заполнить свой профиль. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Пока!